и здравствуйте здравствуйте дорогие друзья в эфире сериальный подкаст сейчас секунду что-то у меня прям с лицом гады гады это техника на самом деле вот смотрите в эфире сериальный подкаст номер 8 сегодня у нас даже спецвыпуск я решил в общем то сделать то что я сделать хотел достаточно давно сделать как бы как это сказать все что я могу сказать наверно мэтта гроунинге его сериалах вот так уж сложилось дорогие друзья что на данный момент в общем то его творчество полностью подходит под формат нашего подкаста вот то бишь я напомню у нас обязательно один сериал это новый один сериал выходящий все еще один сериал полностью завершенный сейчас мы в таком ровном порядке и поговорим о творчестве мэтта гроунинга вот и так пока что давайте я напомню и поприветствую всех дорогих друзей кто сегодня пришел сегодня у нас вхс ник юля рэд вингс дядя вить привет всем привет дорогие друзья рад вас видеть как вы видите запустились мы с небольшим опозданием произошло опять восстание машин пришлось опять понизить битрейт но я знаете забил все таки мы сегодня не играем поэтому я думаю ну и фиг с будем в низком качестве но зато попробуем порадовать вас приятными полтонами моего голоса твич имя эмо привет рад тебя приветствовать вот это зритель уже кстати говоря на на твиче да я напоминаю дорогие друзья что мы вещаем и на твич и на вконтакте и на ю тубе вот если вам вдруг покажется а судя по всему я просто вижу по количеству зрителей потому как идет эфир есть вероятность что мы будем отваливаться с одной из платформ с какой я не знаю поэтому если что перебегайте вконтакте перебегайте на ю туб там на ю тубе сейчас кстати вот побольше всего в общем смотрю людей сидит поэтому да вот окин канал маэстро привет 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 да вот так итак дорогие друзья не буду растекаться мысли по древу я просто напомню я на подкастах не просто пытаюсь смотреть в чат но все-таки это поток моих мыслей и давайте поговорим в общем-то о первом сегодняшнем как сказать то объекте доклада сериал разочарование так я надеюсь так не сильно я музыку заглушаю и она не сильно глушит меня слышно и так сериал разочарование относительно новый виток творчества господина мэтта гроунинга вот и вышел он давайте на наушники уберу потому что музыка меня глушит и в общем то это не суть важно главное что музыку слышите вы вот фейсбэкер кстати говоря привет значит смотрите что касается сериала разочарование вышел он в 2018 году и на данный момент доступен один сезон но он достаточно длинный то есть там 20 серий это как раз таки формат ну практически симпсоновские такой длины сезон вот о чем собственно сериал как и все сериалы мэтта гроунинга это музыку не слышно давайте и подбавим немножечко давайте чтобы было для она у нас что-то закончилось ну давайте мы и пустим по кругу так вот так должно быть нормально я постараюсь говорить просто немножко громче значит смотрите вот собственно здесь вот киноканал маэстро пишет не рискнул смотреть этот сериал боюсь испытать это самое разочарование но как я обычно говорю я в общем то у меня во всяком случае есть такое свойство я могу отделить одно другого да то есть например несмотря на то что там звездные войны превратились по что то во что превратились скажем так меня например при этом замечательные воспоминания о оригинальных 6 фильмах вот как-то я в голове себе разделилось то что было до диснея и после диснея там это после диснея там оказывается не все однозначно вот поэтому значит вот тут пишут как раз таки что формат не то давайте вернемся к тому о чем я говорил и так значит естественно сериал разочарование это сатира как и другие его сериалы о которых сегодня позже пойдет речь в данном случае это огромная сатира на средние века вот то есть а если быть точно даже не на средние века а на фэнтези стилистику которая в общем то тоже популярна достаточно то есть будь то кино там сериалы видеоигры да настолки вот кстати говоря у нас донат пришел хаесник шлет 200 рублей и просит чтобы я потрогал микрофон не микрофон потрогал если вы думаете что это какой-то такой странный байт о том что потрогай микро потрогай свой микрофон нет это нет это дело в том что у меня с микрофоном небольшие какие-то странности творятся он имеет свойство накапливать статическое электричество и от этого он создает фоновые шумы я соответственно его и трогаю чтобы разрядить ну вот от статического электричества вернемся к нашим объектам и так сериал разочарование да собственно он является огромной такой большой сатиры на средние века с его недостатками с его такими а если ну средние века тире фэнтези потому что там это скажем так есть что-то хорошее есть что-то плохое но очень и очень много достаточно смешного находят авторы в нем значит давайте начнем прямо как бы конкретно с главных героев их видите вот здесь если вы слушаете значит онлайн точнее если вы слушаете звук но не видите картинки я напомню что там в общем-то три основных главных героя это принцесса бин вот собственно как водится в королевстве средневековом тире фэнтезийном принцесса является наследницей естественно некого королевства надо сказать что королевство там видимо весьма весьма небольшие скромные вот и поэтому естественно чтобы как бы укреплять как это было как и сейчас на мне сейчас так не делают уже сейчас вроде как последние несколько лет стали от это отказываться но да наверное прям буквально не считая последних на р 50 лет была практика умана монархи заключали брачный союз с другими монархами и тем самым укрепляя и во первых там какие-то дипломатические связи и во вторых ну как бы плюли чистоту что ли крови я не знаю королевской если так это можно сказать на вот естественно здесь принцесса тоже является своего рода таким инструментом в руках своего отца который пытается там выдать ее замуж за ну грубо говоря наследника соседнего престола соседнего королевства для того чтобы укрепить там свои позиции так далее самым в общем то так и сделал женившись второй раз и мачеха у нее при этом какая то ли вампир то ли что так а нет какой-то земноводные животные ход то есть какой-то там у них по соседству какое-то земноводное государство как ни странно вот в общем короче говоря как кикимор у нее мамка мачеха если быть точным вот поэтому а он тем не менее пытается выдать бин замуж за кого-то там еще но тем не менее при прочих равных дорогие друзья бина очень такая непростая но не классическая принцесса она ну типа принцессы но вообще-то ей не особо интересно все эти игры престольства и интересно побухивать вот причем так изрядно как я понимаю ей интересно там шататься спать в канавах вот в общем то вести такой ну не то чтобы прям разлагательный образ жизни но достаточно такой но не при ним не монаршески уж точно то есть фактически она ведет такую жизнь чуть ли не простолюдинки который ну просто ей нравится вот не обременять себя вот этими королевскими делами естественно все это завернуто в юмор вся эта тема в общем то вот так провернуто вот второй герой главный которого здесь видите это как вы понимаете эльф вот он сидит сзади принцессы на коне вот зовут его как ни странно эльфа по моему если не ошибаюсь да эльфа собственно вот и возрастные ограничения дорогие друзья вот хороший вопрос посмотрим сейчас ну как обычно это же для взрослых сериал 16 плюс скорее всего вот собственно про образ современной принцессы именно так вот эльфа это по моему лет 18 или что-то такое я не помню насколько это соответствует как бы возрасту человека собственно и он достаточно молод что могу сказать эльфу покидает собственную общину эльфов которые находи находятся в лесу волшебном не не привлечивая скажу вот и пытается собственно найти свой путь среди людей изучая как бы людей там он очень наивен он очень такой скажем так специфический товарищ воле того он становится объектом изучения придворных ученых магов предсказателей как угодно да то есть эльфийская кровь считается какой-то такой просто ну легендарным каким-то артефактом и соответственно он там регулярные сдает для того чтобы эти ученые там хоть что-то сделали вот на самом-то деле как по факту выяснилось ничего она не имеет просто эльфа обычный ну обычно условно создание как не знаю как собака как я не знаю как человек да то есть не я имею ввиду белый с биологической точки зрения вот но тем не менее ученые естественно они там помешаны на средневековый по подчеркну ученые помешаны там на каких-то суевериях на каких-то уверованиях таких на химии астрологии вот на какой-то гомеопатии прочим псевдонаучном говне какую возрастную рейтингу этого подкаста ну возрастную рейтингу подкаста я думал что не 18 плюс я тут вроде как не матерюсь пока что вот поэтому такая так как я как бы я думаю что наверное 12 плюс скорее всего я не рекомендую просто эти сериалы молодежи но всякий случай молодежи такой которая там знаете еще в средний класс ходит школы так вернемся вернемся к нашим так сказать баранам вот опять же до эльфа становится вторым главным персонажем он кстати говоря тайна влюбляется в главную героиню вот но тем не менее отношения у них как бы дружеские все-таки в большей степени и он в силу своей наивности в силу неумения во первых общаться с людьми в силу кстати говоря вот выхоестник тут написал я нахожу у него какую-то кикимору который он хватает за руки и вообще ведет себя как последний мерзавец знакомая цитата но я что-то вообще не помню там как-то к это блин я забыл я забыл как называется этот это произведение откуда процитировал борис кстати говорят каналы хайсника подписывайтесь так вот вернемся собственно да эльфа как бы очень наивен он он пытается вести скажем так нормальную жизнь взаимодействие с людьми но ему достаточно тяжело вот значит люцик это третий главный персонаж вы его видите относит на голове вам не видно наверно на голове я просто курсором пытался показать на голове коня вот как вы видите это нечто демоническое с рожками и так далее вот однако почему-то все воспринимает как кота вот и он пытается все время потакать всяким низменным значит желанием принцессы и надо сказать у него это изрядно получается вот соответственно известный персонаж люцик ну я вот сожалению не знаю отсылки возможно у меня у меня пробел просто фэнтези огромный большой поэтому я не в курсе ну так вот да и вот собственно эти трое главных героев в основном вокруг них все крутится естественно там куча вот этих средневековых приколов средневековых стереотипов фэнтези стереотипов как я говорил да там что кровь эльф она там какое чудодейственное свойство имеет вот о том что вот эти вот нужно браки заключать там какие-то воины какие-то еще дела то есть вот эти вот вечные феодалы которые там куда-то там друг на друга походами к военными идут решать какие-то вопросы в драках еще что-то стереотипы относительно там других народов там какие-то викинги приплывают к ним периодически еще что-то происходит вот то есть в принципе сериал наполнен вот такими вот отсылками к современной культуре современные фэнтезийные естественно культуре несовременными не не мы же с вами не живем в этом мире слава богу вот значит теперь давайте по поводу хотел я сказать по поводу того что народ говорит что это разочарование что это слабый сериал и так далее ну смотрите я как ни странно несмотря на то что я не люблю фэнтези как вы знаете я не люблю вот эти все средние средние века я хочу стать на защиту разочарование и не говорить о том что типа это разочарование друзья во-первых единственное что да вот я могу сразу сказать сериал как и вот предыдущий сериал который я представлял по средневековому сеттингу в сериальном подкасте ведьмак он раскрывается отлично для меня не сразу и это да это с одной стороны проблема с другой стороны это проблема меньшей степени потому что серии по 20 минут и тут никакого ведьмака по часу поэтому в принципе посмотреть серии больше чем две не просто а очень просто то есть в принципе час если вы потратите вы уже там посмотрите там где грубо говоря три серии и примерно раз четвертой с пятой вы втянетесь то есть вот первый час второй максимум как мне показалось вы сможете втянуться поэтому я думаю что разочарование заслуживает просмотра до юмор там конечно своеобразный опять же он бытовой плюс-минус но опять же почему как бы но мэтт гроунинский вот этот юмор он узнается почему он узнается потому что в общем-то мэтт гроунинг все время как мне показалось своих вот этих сериалах всех трех которых мы сегодня говорим он оперирует на грубо реаксиом и что люди то в общем-то это достаточно недалекие создания они как правило падают жертвой современного прогресса вот особенно это футурами кстати видно вот в симпсонах условно это вот он показывает что вот это вот американская мечта американский образ жизни который сами американцы которые верят по большей части и поэтому как как бы вот они пытаются то есть симпсоны они по сути падают жертвой вот это вот заложниками становится образа современного американского образа жизни они как бы такие оп мы не можем нам тяжело мы средний класс нам тяжело и так далее в разочаровании там соответственно вот видите как то есть есть принцессы которые казалось бы при все при всех ужасах средних веков которые происходят там собственно вот это вот где там половина людей умирает от чумы вторая половина в грязи валяется спит весь город воняет короче вот это вся войны бесконечные и до 30 лет дай бог ты доживешь казалось бы ты живешь в замке у тебя все есть господи возьми тем более ты принцесса тебе не нужно даже заниматься госделами да то есть казалось бы выйди замуж за конечно здесь та проблема в том что тебе подсовывают какого-то мужа до который там тебе подходит скорее по дипломатическим соображениям и вот она становится заложником этой ситуации то есть ей не нравится это и она вот пытается всячески из нее вырваться и соответственно ну в основном там никто и там люди тоже постоянно видят как бы проблемой такие ну окей ну ладно там какие-то рыцари там надели костюмы потом снимали 40 минут потому что такие ну да конечно сняли надели так и убежали если там его камео как других сериалах имеется ввиду видимо камео мото гроунинга спасибо за вопрос на самом деле я не могу сказать потому что я не досмотрел сериал до конца у него 20 эпизодов я посмотрел по моему 15 то есть ну надо сказать что сериал то не весь то есть у него во первых заказом второй сезон мы его ждем и ну я жду не знаю как вы и ну надо сначала оригинал досмотреть но собственно для первого анализа с учетом того что опять же он у нас входит в пол новинок вполне себе мне кажется 15 серий посмотреть и что-то рассказать я думаю что нормально не знаю и не видел честно скажу но там есть отсылки к футурами и их там заметил не там есть как ни странно там есть отсылки к футурами казалось бы так фантастическому сеттингу но они такие скорее алю аллюзорные чем прямые то есть там там в одном месте появляется это типа связка там разные проводки например кто смотрелась футурамы тот знает вот поэтому как мне кажется разочарование пола жертвой уже как бы как сказать ну как бы самого самой фигуры мэтта гроунинга я имею ввиду жертвы в плане критики то есть зрители и критики они как бы ну ждали то чего они ждали футурамы они ждали симпсонов а вышло разочарование да то есть они говорят это не симпсоны футурама лучше симпсонам типа мы привыкли они выходят уже там сколько им там лет 30 лет по моему этом году симпсона будет вот футурамы с 98 года выходила то есть тоже уже достаточно много времени прошло то есть больше 20 и тут вот как бы хочется от этого всего точнее с одной стороны хочется того же самого на самом то деле хочется того же самого но вот в силу того что мэтт гроунинг шагнул наверно туда где каждый третий сериал как бы до снимать там про фэнтези и прочее то есть наверно многим показалось что-то слишком обыденно наверное для всех и может быть может быть для большинства почему-то по какой-то причине показалось что сеттинг средних веков это какой-то как сказать горячо любимый сеттинг или не я не знаю там запретная тема типа это касаться нельзя это мы любим уважаем и поэтому издеваться над этим тоже не стоит но мне показалось все таки что стоит и можно издеваться и стебаться можно ну я считаю что запретных тем нет то есть можно любые темы снимать сериал как бы тем более если уж покупает у тебя сериал netflix казалось бы вот поэтому я все-таки встану на защиту разочарования я вам его настоятельно рекомендую тем более что мэтт гроунинг действительно вложился туда значит визуально визуальный ряд ну друзья это фирменный стиль гроунинга я думаю что по постеру вы видите то есть что то то есть увидеть что-то там на такое чего там нету например тех же симпсонах я имею ввиду визуально наверно не особо получится единственное что да там работает другая команда не та который рисовать рисует симпсонов там работает команда которая рисовала футураму ну видимо скажем так поскольку футураму закончена у них им заняться то нечем вот и мэтт гроунинг подпряг их и заниматься вот этим так что друзья это во первых во вторых даже если вы не особо прониклись темой разочарования но допустим как я сказал да там есть отсылки футурами вот можно скажем так посмотреть хотя бы из-за этого там есть отсылки туда и как говорил мэтт гроунинг в свое время он говорил о том что я футураму не брошу вы еще ее увидите несмотря на то что она уже не выходит вот поэтому я вам рекомендую еще раз настоятельно разочарование если в принципе смотрят смотрите анимацию мэтта гроунинга да и вам как никак может быть близок вот его юмор потому что юмор здесь он вот крутится вокруг вот этих всех сказочно фэнтезийно средневековых тем да согласен тема немного может быть непривычно ее не все стебут и это вообще скажем так ну многие же видят в подобных подобном сеттинге скажем так ну как сказать но не то чтобы пафос а такой знаете эпичность некую блинность и многим не нравится именно то что то что должно быть максимально серьезным по какой-то причине да то есть там ну как многие почему-то воспринимают такой сеттинг очень серьезных вот то то там как бы шутить не нельзя да то есть ну я на прочитаю что можно поэтому если вы как бы вот от свободы от этого то легко и просто можете смотреть вот друзья по поводу разочарования я думаю что добавить мне особо нечего если у вас есть вопросы задавайте сейчас буквально минутка и мы перейдем к следующей теме итак дорогие друзья вернемся к точнее не то что вернемся а приступим наверное к одному из одному из самых интересных сериалов как мне кажется я на мой самых интересных феноменом на феноменов на современном телевидении это сериал симпсоны вот ему задает вопрос а что обсуждать в симпсонах если все уже видели ну собственно я думаю что тут не то что обсуждение я просто расскажу свои мысли по поводу симпсонов то есть подкастом немножко не в формате он идет как бы формате обсуждения Но если обсуждений нет, я могу рассказать, собственно, просто, что и мне хочется. Прежде чем мы начнем о Симпсонах, я просто напомню, дорогие друзья, что сериальный подкаст – это штука платная. Поэтому вы можете, точнее, пройти и поддержать его донатами. То есть, восьмой выпуск текущий, он у нас оплачен. И даже у нас 400 рублей сверху собрано на следующий подкаст. 600 рублей осталось, поэтому можете проходить по ссылке. В донатах там ссылочка указана, должна быть. И выберите, когда будете донатить, что это на сериальном подкасте. Итак, денег не дам. Ну и ничего страшного. Дело-то добровольное, я никого не заставляю. Но если вам подкасты интересны, именно сериальные, то, пожалуйста, проходите, поддерживайте. Вещь коллективная. Я, собственно, собираю деньги не только во время, можете и оффлайн. В межподкасте, так сказать. Вот, дорогие друзья. Значит, «Симпсоны». Феномен. Потому что начали они, появились они на экране как персонажи в 87-м году в шоу «Тресси Ульман» еще. Такое, ну, специфическое такое шоу короткометражных мультфильмов. Ну, совсем короткометражных. Вот. И в 89-м... Представьте, дорогие друзья, многих вас даже... Ну, не многих. Наверное, кое-кого. Даже, может быть, еще не было. Никто-то не родился из вас в 89-м году. Вот. Но «Симпсоны» в 89-м году, 17 декабря, вышли на их большие... Ну, не на большие, на малые экраны в виде отдельного все-таки телешоу. И с тех пор... Ну, вот представьте, они идут до сих пор. Да. Значит, «Симпсоны». Американская семейка. Как вы видите, вот на экране я вывел всех, кого можно было здесь... Ну, главных персонажей «Симпсонов». То есть, их, на самом деле, чуть больше. Я имею в виду, самих... Самих членов семьи «Симпсоны» их больше чуть-чуть. Но, скажем так, основных мы здесь видим. Это, собственно, отец семейства Гомер, его жена Мардж. Их дети. Старший сын Барт. Старший, я говорю, старший, как будто их несколько. Старшая дочь Лиза, брат Барт, старший ребенок в семье. И Маргарет, она же Мэгги, «Симпсон». Вот, и собака, и кошка. Собаку, по-моему, зовут помощник Санты, а кошку Снежок второй, насколько я помню. Вот, собственно, сериал-то и начинается с того, что вот собака у них появляется. И, в общем-то, собака до сих пор с ними. Итак, значит, дорогие друзья, что я могу сказать про сериал «Симпсоны»? «Симпсоны» для меня это сериал детства, как ни странно. Не прям детство-детство, да, все-таки чуть попозже я его начал смотреть. Там не с 8 лет и не лет, наверное, ну, как бы не соврать, с 10, наверное. То есть тогда, когда у нас появился канал, о котором сейчас даже говорить не хочется. Но, тем не менее, он показывал тогда «Симпсонов». Это было действительно забавно, прикольно и здорово. Вот, поэтому... Да, «Симпсонов» я смотрю с тех пор, то есть, наверное, лет 25 уж точно. Вот. Кстати, да, замечательная фраза. «Чтобы ваш сын не был как Барт Симпсон, не будьте гомером Симпсонов». По-моему, сказал кто-то из «Камеди Клаба», как ни странно. Я даже почему-то это запомнил. Вот. Да, собственно. Про что сериал? Сериал, действительно, как ни странно, про Симпсонов. Но со временем там, собственно, персонажи расширились. То есть до целого города Спрингфилда, где они и живут. Вот. То есть, собственно, там появились их соседи. Ну, то есть не то, что они появились. Они там, как бы, по умолчанию якобы были всегда. Но сериал расширился, и у него появилась целая такая своя вселенная. Вот. Как я сказал ранее, сериал «Симпсоны» обыгрывает, по-моему... Да, кстати, вот Эмма по правилам, это сказал создатель «Симпсонов». Ну, значит, я сейчас буду говорить как поклонская. Я, значит, возможно, слышал, что это говорил другой человек. Вот. Но цитировал он его. Я боюсь ошибаться, да. Не-не-не-не-не-не. Вот. Когда их хотели закрыть, да, было дело. Вот. То есть, возможно, это он говорил, ну, как не от себя, а именно, что он его перефразировал. Спасибо, что поправило большое. Вот. Значит, о сериале. Естественно, он как раз-таки и имеет самую большую продолжительность. Он, по-моему, внесен в книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное мультипликационное шоу в мире. Ну, то есть, представьте себе, друзья, идет 31 год. Ну, это просто пипец. Так вот, по факту главный герой – это типичная американская семья, ну, как они себя сами обозначают, мы относимся к среднему классу, а если быть точным, к нижней, к верхнему слою нижней прослойки среднего класса. Как-то они так вот себя называют, что мы как бы вот-вот-вот там где-то находимся. Ну, действительно, что можно сказать? Отдельный дом, две машины, то есть, как-никак, да, и при этом даже на домохозяйка. Гомер, судя по всему, какой-то финансовый гений. Как говорил Фрэнк Граймс, он говорил, что откуда у вас эти деньги, откуда у вас деньги на все это? Я, типа, живу в комнате между двумя кигельбанами. Вот, я закончил институт. Гомер, да, он своеобразный товарищ, конечно, и там, я просто боюсь, я сейчас долго могу рассказывать там, как так получилось, что он работает на атомной станции, но, тем не менее. Да, он работает на атомной станции, это одно из градообразующих предприятий. Несмотря на то, что Спрингфилд, в общем-то, считается провинциальным городом, фактически, да, это провинциальный город. У него, он город, как я понимаю, вот он типичный американский городок, где есть много своего. То есть, город такой, знаете, немного независимый от, скажем так, ну, живет как бы сам в себе, да. Почему? То есть, там есть собственный телеканал, там есть собственная радиостанция, там есть несколько предприятий. То есть, там как будто там фабрика пивоварня, вот, то есть, у них там еще что-то. Ну, там много всего, то есть, атомная станция в том числе, атомная электростанция, если быть точным. Вот, то есть, там как-то у них вот все вместе, они как-то вот живут. Тем не менее, как бы там в Симпсонах появляются и другие страны, и даже другие города, американские в том числе. И, естественно, Симпсоны, как им свойственно, я имею в виду, как сериал, они все это стебут. То есть, если они показывают, там, какую-то, не знаю, там, Японию, они стебут Японию. Если они показывают, там, Нью-Йорк, американский город, они стебут Нью-Йорк. Если они показывают Голливуд, они стебут Голливуд. То есть, ну, как-то вот так. И вот они, как бы, прям стебут, прям на максималках. Нельзя сказать, что, ну, опять же, не на максималках, как там тот же самый Южный парк. Ну, у них такие, да, вечная помойка С горячими покрышками, спасибо за подсказку Действительно, то есть вот у них Какие-то свои вот эти штуки И там, опять же, у них очень много Аллюзий именно на саму Америку У них там есть и Вот эти иммигранты, которые Работают в магазинах, которые говорят С чудовищным акцентом И местные там ОПГ Итало-американцы И Евреи, которые клоунами работают То есть, ну, такое Им иногда прилетает за это Им прилетает за это, но Я должен сказать следующее, что Это слишком уж рейтинговый Сериал, чтобы создатели Не могли от всего откреститься Более того, несмотря на то, что Им постоянно за это прилетает Симпсоны Поскольку они стебут все и вся Периодически они затрагивают Очень такие, ну, скажем так Странные темы Где Они приплетают каких-то Знаменитостей Причем разного рода Это певцы Актеры Политики Спортсмены И более того Причем Из реальной жизни То есть там Ну, то есть Если актер там какой-нибудь Я не знаю Вудиалин, да То показывают прям Вудиалин И, как правило Эти знаменитости Сами себя озвучивают То есть При всем при том, что Они умудряются Простебывать Их же В собственном же шоу Практически Очень мало знаменитостей Которые бы отказались Поучаствовать В Симпсонах В озвучке самих себя В этом сериале Даже Один из эпизодов Есть Где Ну Мы не знаем Мы сейчас не можем сказать Насколько это правда Или нет Ну, якобы Потому что есть По официальным документам Нет Ну, якобы Это было правда Что в одной серии Там в одной серии Участвовал Майкл Джексон На озвучке Он озвучил персонажа Который Считал Что он Майкл Джексон Хотя он Был Здоровенным Белым мужиком Таким Ну, прям Гориллой Фактически Вот Ну, он Как бы Сидел в психушке И Считал себя Майкл Джексон Говорил Голосом Майкла Джексон И озвучивал Якобы Майкл Джексон И более того Майкл Джексон Якобы и написал Сценарик К этому эпизоду Так это или нет Тяжело Потому Сказать сейчас Потому что Судя по Озвучке Да Но С другой стороны Возможно Это был имитатор Но И Майкл Джексон Не появляется Там в титрах Вот Значит Что касается То есть В принципе Они достаточно Как бы Всегда были Такие на острие Не настолько Конечно Как Южный парк Надо понимать Что Симпсоны Это достаточно Ну скажем так Сложный В производстве Сериал Чего По-моему Около Восьми месяцев У них идет Производственный цикл Одного эпизода Понятное дело Что делается сразу Несколько Поэтому В общем-то Сезон Сезон Так и выходит Поэтому Скажем так Ловить Вот эту Вот прям Волну Хайпа Ну как бы Это возможно Только если Вы делаете Сериал На коленке То есть Я вот сейчас Вспоминаю Только два Таких сериала Это Масяни И Южный парк Мы когда-нибудь Обязательно До них Дойдем Вот Но Просто делать Как бы Эпизод Симпсонов За неделю Это практически Невозможно Вот Значит Что можно Еще сказать Что можно Еще сказать Значит Сериал Несмотря На то Что он Имеет Комедийное Направление В нем Вот Как Наверное Ну В одном Из Сериалов То есть Мэтт Гроунинг Вкладывает Достаточно Серьезные Темы Поднимает И Периодически Выходят Очень Грустные И Я бы даже Сказал Душераздирающие Эпизоды Их Немного Но Они Есть Они Там Есть Поэтому Я могу Сказать Что сериал Симпсон Если вы Думаете Что это Исключительно Развлекательное Шоу Которое Ну Скажем Так Построено В формате Того Что Вот У нас Есть Как Будто Это Семья И Мы Будем Стебаться Да Я могу Сказать Что В общем Практически Все Вот Эти Современные Мультсериалы Так называемые Шоу Для Взрослых Они Пытаются Все-таки Поднимать Эсерьезные Темы И Симпсон Это Один Из Таких Сериалов Там Поднимается Жесткая Тема Смерти Родственников Вот То же Самое Можно Кстати Посмотреть Гомер Симпсон Один Из Главных Персонажей Сериала Один Из Главных Дураков Сериала Вот Да Я могу Сказать Что Масяня Еще Идет Удивитесь Дорогие Друзья Масяня Есть Она Существует И Она Выходит До сих Пор Значит По Поводу Давайте По Поводу Гомера Симпсона Да То есть Казалось Бы Гомер Симпсон Дурак Идиот Ни в коем случае Не делайте Как он И Прочее Прочее Но Надо Не забывать Что Гомер Симпсон Вырос Без матери И Воспитывал Его Не очень То Далекий Батя Который Как Говорит По Подтверждению Его словам Говорит Что Воспитанием Должна Была Заниматься Его Мать А я Главным Образом Порол Вот То есть Надо Понимать Что Гомеру Очень Повезло Что Он Все Так Смог Ну Скажем Так Не стать Каким-то Опустившимся Человеком Совсем Да У него Есть Вредные Привычки Он Все Так Банально Любит Пивка Попить Вот И Не проще Там Периодически Он там Срывается Играет В какие-то Игры Один раз Он Мэгги Проиграл В карты Был Дело Но В целом Гомер Интуитивно У него Получается Быть Хорошим Отцом Вот Плюс Как выясняется В одном Из эпизодов У Симпсонов Наследный Дефект Игре Хромосомы Поэтому Ну Как бы Такой Немножко Дебильности Такой Вот И Синдрома Неудачника Поэтому Все Симпсоны Мужики Как бы Тупенькие Немного Такие У них Вот Ну По барту Это тоже Кстати Заметно Достаточно Вот Сложная Еще Какая Тема Да Там В сериале Периодически Поднимается Собственно Тема Смерти Как ни Странно Вот Очень Тяжело Например Это Вообще Прям Какая-то Драма Такая Жесткая Если Вы Не знаю Давно Бросили Смотреть Сериал Я вам Просто Небольшой Спойлер Скажу Что Сосед Гомера Работает Нет У меня Вообще Все Нормально Сейчас Мы Вернемся Ну так Вот Спасибо Большое Вот Твич Не хочет Сообщение Отправлять Бывает Бывает Вот Я поэтому И стримлю На трех Сразу Платформах Для того Чтобы Все Как бы Работало Так сказать Запасные Аэродромы Присутствуют Да Вот Присутствует Также Тема Смерти Родственников Вот Мать Гомера Например Да Яркий Там Пример Опять же Периодически Появляются Какие-то Родственники Марш Которые Там Появляются Родственники Для того Чтобы Что-то Там Они Ну Как бы Типа Тоже Там Умирают Там У нее Какие-то Престарелые Двоюродные Бабки Батя Который Кстати Отсутствует В сериале Ее Родной Отец Ее Вообще В принципе Он умер Еще до начала Этого Периодически Умирают Животные Ну И при этом Сериал Все равно Остается Якобы Ну Не то Что он Семейный Конечно Да Нет Не могу Сказать Ну Наверное Все-таки На широкую Достаточно Аудиторию Вот Появляются Вот эти Вот темы Связанные С тем Действительно Настоящих Семейных Ценностях Это тоже Бывает Вот Мне тут Советуют Тебе просто Надо Автомод Поставить Вот Я даже Не могу Сказать Что такое К сожалению Не в курсе Но Решим Вопрос Обязательно Постараемся На самом деле Ютуб И вообще Вот этот Рестрим Он что-то Последнее Время Меня подводит Поэтому Приходится Понижать Битрейт И так далее Вот Значит Что касается Вот этой Темы То что он Раньше Был более Семейным Ну В целом Есть мнение И не только Мое Что Симпсоны Скатились Да Я должен сказать Что в принципе Не то что они Скатились Они просто Наверное Друзья Немножко Себя Поисчерпали Вот Потому что Все таки Проедет Такой огромный Путь Вот Они Ну скажем так Изрядно Изрядно Скажем так Исчерпали Темы Для Шуток Изрядно Исчерпали Темы Для Стеба Вот И опять же Да То есть Вот Опять же Не хочется Пальцем Показывать Но С тех пор Как Некая Компания Купила 20 век Фокс Коему Принадлежали Симпсоны Раньше Вот У Создателей Скажем так Немножко Пропали Яйца Что называется Вот То есть Они Были Вынуждены Не так Давно Скажем так Убрать Из сериала Апу Фамилию Я забыл Насахамапепетилон Короче говоря Это Этот Иммигрант Из Индии Который Держал Магазин На скорую руку Вот Они были Вынуждены Его убрать Потому что Якобы Он оскорбляет Чувства Иммигрантов И вообще Типа Выставляет Их В невыгодном Свете Друзья Но это Конечно Я Не присоединяюсь Не на стороне Я Вот этого Всего Я считаю Что Как бы Во-первых Шутки Есть шутки Да Если уж Вы как бы Шутите Шутите То да Вот Они его Оставили Да Но они то Его убрали Сначала Вот в чем История То что Они то Как бы Его оставили Но Убрать то Тоже Убирали Вот Сейчас Секунду Вот И Собственно Вот эта Вот история Вся С Вот этой Самоцензурой Она Конечно Прям Ну Меня Начинает Раздражать То есть Раньше Как бы Симпсоны Как бы Не считали Нужным Что-то Там Вот Они Как бы Сами В себе Были Естественно В том Плане Что Они Как бы Не пытались Перейти Некую Грань Вот Как тот же Самый Южный Парк И Как бы Они все-таки Оставались Как бы Шоу Где Герои Все-таки Типа Пытались Сделать Выводы Из Текущей Сложившей Ситуации Вот Но Да Вот Я соглашусь Что возможно Как бы Они стали Более Политкорректными Но возможно В современном мире К сожалению Они стали Заложниками Того мира Над которым Они издевались Потому что Ну Им действительно Стало тяжелее Как-то Вот Взаимодействовать В плане Стеба В плане Юмора В плане Именно Сатиры Потому что У нас Очень много Очень много Развелось Обидчивых Граждан Вот Америка Это вообще Страна адвокатов Вот То есть Там Как бы Сложнее С другой стороны Такая компания Как Та компания Которая Купила Fox Могла бы Себе В общем-то И позволить Таких адвокатов Хотя С другой стороны Невозможно Они не хотят Вообще В принципе Ввязываться В подобные Конфликты И пытаются Сохранить лицо Как они Сами себя Признавали Мы Компания Семейная Вот Дорогие Друзья Значит Это Симпсоны Были В сериальном Подкасте С одной Стороны Я Последние Два Сезона Не смотрел Ровно Потому Что И Наверное Как и вы Я считаю Что сериал Подскатился Я обязательно Наверстаю У меня просто Не так много Времени К сожалению На все Эти сериалы Вот Но Симпсоны На самом деле Все равно Остались У меня Где-то В сердце Ну Наверное Очень близко Вот Прям К тому К детству И В целом Как бы У меня Очень положительные Впечатления Я Возможно Я могу Порекомендовать Если вы не смотрели Их никогда Я вам рекомендую Начать Хотя Посмотреть Первые 6 Сезонов Возможно Первые 2 Можно пропустить То есть Там Вот Вот Где-то Наверное Со 2 По 10 Это Прям Великолепные Серии Прям Юмор Супер Прям Вне Времени Вот Поэтому Мы Как бы Мы Кто мы Это Мы Это аудитория Мы Это зрители Мы В восторге Именно От этих Эпизодов Но Должен сказать Если вы Человек Который Не зашоривает Свои глаза Да Ровно поэтому Возможно Кстати Многим Не понравилось Разочарование Потому что Оно не то Как раньше Как Предыдущие Работы Мэтта Гронинга По этой же причине Многим Не понравился Не нравился Последние эпизоды Симпсонов Потому что Симпсоны Рекомендую К просмотру К пересмотру Очень аккуратному Выборочному Вот Я сам Периодически Включаю Какой-то эпизод Так я вспоминаю Думаю Надо посмотреть Вот Рекомендую К просмотру Эпизод Где Как он называется Мэгги Кэтс 3 По-моему Ну то есть Короче говоря Я С таким акцентом Говорю естественно Там где Расскажутся О рождении Мэгги Это очень Как ни странно И с одной стороны И веселый С другой стороны Очень Грустноватый эпизод Один из моих Любимых Несмотря на все И показывает Что у всех Персонажей В этом сериале Есть Такие вот Скажем так Светлые Я бы даже сказал Чувствительные Стороны А вот Действительно Вот Эмма Напомнила Как как раз Хэллоуинские эпизоды Можно посмотреть Да Особенно Особенной Изюминкой Сериала Является Так называемый Три Хаус Оф Хоррор Это Хэллоуинские Выпуски Вот В каждом сезоне Они по-моему Кроме первого Присутствуют Это как правило Три эпизода То есть За 20 минут Они рассказывают Три истории Они апеллируют К Ну скажем так Поп-культуре Триллеров И как-то Фантастики И прочему Вот Сделаны они В формате Именно таких Кровавых Эпизодов Плюс-минус Кровавых Скажем так Вот Не каноничные Эпизоды Но они как бы Прикольные Они вот сделаны В формате Вот этих вот Всех Таких вот Триллеров И стебутах Одновременно Вот Поэтому Рекомендую Да То есть Опять же Отдельно Можно пересматривать Эти эпизоды Три хаоса Хоррор Вот Эмо напомнил Спасибо тебе большое Вот Что друзья Переходим К следующему Так Ну что друзья Погнали Погнали Значит Сериал Футурама Футурама Сейчас мы даже Какой-нибудь Поставим Другую музыку Тут есть Вообще Прикольные Эпизоды Да Вот Тут Прям Очень много Всего Итак Сериал Футурама Это вот Собственно Мэтт Гроунинг Немножко Перешагнул Немножко Дальше Когда Симпсонов В 98 Году По-моему Вышел Первый Эпизод Я могу Сразу Сказать Да В России В 2001 Году Мне Футурама Изначально Как бы Казалось Какой-то Такой Историей Что я Думаю Что Ну его Нафиг Я как бы Хочу Фотограф Привет Кстати Вот Я хочу Типа Симпсонов Назад Мне очень Нравится Симпсоны Я такой Типа Футурама Зачем Что еще А потом Оказалось Что я был Неправ Потому что Футурама Мне В какие-то Моменты Она даже Нравилась Больше Вот Значит Синопсис Сериал Какой Есть Главный Герой Филип Джей Фрай Вот Он Находится Или Просто Фрай Его Чаще Называют Именно Так На постере Он Находится Ближе Ко Мне Это Наш С вами Условно Современник Из 20 Века Вот Ну Во всех Случа Я Из 20 Века Вот И В 99 Году Он Совершенно Случайно Как Будто Бы Случайно Попадает В камеру Криогенной Заморозки Где Остается На Тысячу Лет Размораживает Это Прям Первый Эпизод Показывает В самом Начале Вот Так Что Никакой Такой Нет Интриги Никакого Такого Спойлера Нет Вот И Соответственно Уже Спустя Тысячу Лет Его Размораживают Как ни Странно И Он Оказывается В 30 Веке Где-то Ну В Нью-Йорке 30 В новом Нью-Йорке Нью-Нью-Йорк Вот 30 Век Вот И В будущем Надо Сказать Фрай В общем-то Не теряется Сначала Ему кажется Все немножко Странным Но Он Достаточно Быстро Привыкает Адаптируется Потому Что В своем Мире В свое Время Он Скажем Так У него Была Не очень Такая Прикольная Жизнь Он Сам Даже В самом Первом Эпизоде Говорил Что Он Рад Что Так Получилось Что Он С этим Прошлым У него Была Унизительная Работа Девушка Которая Ему Изменяла И Босс Который На него Орал Вот А теперь У него Как бы Есть шанс Начать Все Сначала Вот Он Знакомится В первый Же день Он Знакомится С другими Главными Героями Робот Бендер Которые С которым Они Познакомились В очереди В будку Самоубийств Вот Ну Поскольку Фрай Попал В 31 Декабря 1999 Года Вот Он Скажем Так В будку Самоубийств Как обычно У них Там Как они Говорят Обычно Очередь На праздники Поэтому Ему Пришлось Подождать Вот Он Он Не Собирался Кстати Говоря Самоубийством Жизнь Кончать Он Думал Что Телефон Будка А Бендер Да Он Собирался Именно Это Сделать Бендер Значит Робот Сгибальщик То Надо Тут Вообще Сказать Что Роботы Значит Мир Как бы Да Футурам Чем он Отличается От современных Ну Во-первых То Что Земля Вся Скажем Так Была Преобразована В единое Государство Вот Ну В общем То Все равно При прочих Равных Она Напоминала Как Вот Эти Вот Госустройства США Естественно И Флаг Земли Был Тоже Звездным Полосатым Вот Поэтому Скажем Так Естественно Они Преодолели Вот Эти Расовые Неравенства Все Вот Эти То Что У нас Сейчас Происходит С Тысячу Лет Их Решили Якобы Якобы Решили А якобы Решили Потому Что Появились Проблемы Инопланетян Которые Живут На Земле И Роботов Вот Поэтому Как Бы С Этим Такой Да По сути Бендер Действительно Пацан Завода Фотограф Фатурама Скажем Так Она тоже Стебет Это все Она говорит Ну Как бы Она стебет В целом Человечество Нежели Чем Конкретно Америку Да Они Как бы Говорят Что Мы В будущем Молодцы Но Фрай Застает Скажем Так Другую Его Стезю И Видит Немножко Другое Что Вот Эти Все Гаджеты Все Это Научные Достижения Технический Прогресс Они Изрядно Скажем Жизнь Обычным Людям И Обычные Люди В общем-то Перестали Наверное Развиваться И Немного Отупели От всего Это Вот Если Вы Видели Фильм Идеократия То Я вам Рекомендую Действительно Идеократию Вообще Если вы Видели То Футурама Она просто Позже Идеократия Вышла Поэтому Мне казалось Что Это Своеобразная Экранизация Футурамы А Тем Не Менее Скажем Так Если Вы Видели Идеократию Но Не Видели Футурамы Обратите Внимание Там По факту Практически Та же Самая Завязка И С разницей То Что Футураме Все-таки Мир Более Такой Ну Не Настолько Там Все Плохо Там Достаточно Забавно Да Вот Фотограф Понимает О чем Я говорю Кстати Вот На самом деле Все Кто Хоть Раз Эфиры Запускал И Точнее Не Хоть Раз Да И Собственно Третий Персонаж Третий Персонаж Главный Один из главных Это Туран Галила Ее Фрай Также Встречает В Первом Эпизоде Она Тогда Работает Офицером По Распределению В Криогенном Центре Где Собственно И Проснулся Фрай После Заморозки Как Вы Видите У нее Один Глаз Это Потому Что Как Она Сама Утверждает Она Инопланетянка Но Как В общем-то Завязка Сериала Предполагает Что Как Случайно Встречившиеся Персонажи Да Становятся В общем-то Как ни странно Друзьями И Устраиваются Работать В одну Компанию Вот Компания Называется Межпланетный Экспресс Руководит Точнее Не руководит Владелец Этой Компании Это Далекий Далекий Потомок Фрая Профессор Фарсфорд Вот У него Да У Фрая Не было детей Но у него Был брат И Собственно Такая Вот Это его Какой-то Получается Про-про-про-про-про Много раз Про Племятник Вот Тут Надо сказать Что Тут Не все Так Однозначно Дело в том Что Вот эти Отношения Во-первых Дружбы С роботом Они Как бы Тоже Проходят Через Весь Сериал И Имеется Ввиду Фрай И Бендер Бендер Как бы Весьма Мизантропично Смотрит На мир Ему Вообще Его Раздражают Люди Которые Делают Робота Для того Чтобы Сгибать Ну Во всяком Случа Он Робот Сгибальщик Он Сгибает Прутья И Ему Кажется Что Это Вообще Какая-то Странная Тема Тем более Прутья Которые Сгибает Они Идут Для Будок Самоубийств Ему Это Раздражает В общем Поэтому Он Решил С собой Покончить Однако Бендер Как ни странно Искренне Любит Фрая Да Возможные Отношения Их Напоминают Отношения Джокера И Харли Квинн Но Тем не менее Вот Бендер Много раз Говорил Как он Сам Утверждал Что Убить Всех Людей А потом Добавлял Кроме Фрая Ну то есть Ему Как-то Вот Всегда Это Казалось Фрай Казался Все-таки Каким-то Таким Человеком Максимально Близким Ему По духу Несмотря Что он Вообще Как бы Не близок К людям Вот Эта Тема Она Длится До Конца Сериала И Как ни Странно Это Как бы Достаточно Интересно Вот Другой Момент Как мне Показалось Тоже Интересный Ну во-первых Футурама Все-таки Сериал Повзрослее Относительно Симпсонов Вот Эта Линия Как ни Странно Романтическая Она В сериале Тот же Присутствует Это Отношение Фрая Лилы Она Лила В общем-то Почти что Сразу Нравится Фраю Однако Она Достаточно Сложная Личность Привлечь к себе И В общем-то Весь сериал Все ведет К этому Вот Но Их отношениям Тоже Посвящено Достаточно Много Все еще Осложняется Тем что Они коллеги Они работают Более того Она его начальница В итоге Становится Но Поэтому Как бы Это Очень интересно Именно с точки Зрения Вот Ну как бы Как мне Показалось В том Юном Возрасте Я начал Смотреть сериал 16 лет Вот Юный возраст Но мне Показалось Это Интересным Тогда Вот В принципе Что еще Можно сказать Именно о главных Героях Наверное Тот факт Что По Будучи Как бы Точнее Находясь в фантастическом Сеттинге В сеттинге Будущего Они Скажем так Постоянно Сталкиваются С необычными Достаточно Явлениями Которые Объясняются В основном С помощью Технического Прогресса С помощью Каких-то Затерянных Технологий Вот Постоянно Там Рассказывается О том Что Мы Как бы Решили Одну Проблему Достаточно Давно 40 тысяч Лет Ну не 40 тысяч Лет Назад 400 лет Назад Но Через 100 лет После того Как мы ее Решили Появилась Другая Примерно Такая Поэтому Мир В общем-то Не сильно Меняется То есть Когда В одном Из эпизодов Рай Откапывает Автомобиль И ему Говорят Надо заправить Автомашину А ему Говорят Ты дурак У нас Нефти Нет Ты что Дурачок Что ли У нас Нет Нефти Она Кончилась Достаточно Давно Говорят А чем же Вы пользуетесь Китовым Маслом И там Китовое Масло То есть Они Как В Дизонорде Китовым Жиром Все топят Такая Вот История Там Вообще Все На самом деле Очень Неоднозначно Потому Что Начиная Даже С первого Эпизода Который Если Пересматривать Вот Если Вы Не знаю Посмотрели Все Таки Футурам Достаточно Вот То Вы Знаете Что Попадание Даже Фрая В будущее Оно Не случайное Как Кажется С самого Начала И Самое Интересное Что Эту Не случайность Авторы Задумывали С самого Начала Правда Они Задумывали Что-то Другое Да Немного Другое Авторы Говорили Что Мы Задумали Сложную Систему Но Придумали То Что Придумали Вот И Вывели То Что Вывели Сделали То Что Сделали Но Тем Не Менее Там Все Рано Достаточно Интересная История Попадания В будущее Более Того В сериале Есть Путешествие Во Времени Которое Позволяет Немножко Рекурсивно Посмотреть На Эпизоды Уже Ранее Случившиеся В сериале Вот И Особенно Интересно Это Как Мне Показалось Сделано В первой Полнометражке Которая Вышла После Полных Пяти Точнее Если Быть Правильно Четырех Производственных Сезонов Вот Об этом Отдельно Дорогие Друзья Футурама Была Закрыта После Четырех Сезонов Именно И Очень Сильно Подкосил Как Мне Показалось Как Я Понял Кризис Скажем Так Кризис На Телевидении После Теракта 11 Сентября 2001 Упал Очень Сильно Интерес К развлекательным Телешоу Коим Футурама И является Надо сказать И к Симпсонам Он упал Они Выходили В одно Время Естественно Симпсоны До сих пор Идут Футурама Вышла И Закончилась Уже Но Получилось Так Что Футурама Будучи Все-таки Новичком А не Как Ветеран К тому Времени Ну Скажем 12 лет Эфира Уже Практически На тот Момент Были Когда Случилось 11 Сентября Симпсоны Футурама Этого Не выдержала И Рейтинги Сильно Достаточно Упали То есть Все Заказанные Эпизоды Которые Были Вышли Вот И После Четырех Сезонов Футураму Просто Закрыли Вот Этот Этот Момент Он Неоднократно Обыгрался В тем Числе И В Симпсонах Когда Там Фанаты Сериала Футураму Прыгали Там Со скалы Типа За что Закрыли Футураму С криком Джеронимо Прыгали Со скалы Тем Не менее В какой-то Момент Создатели Выпустили Сериал На DVD И Как Оказалось На DVD Сериал Очень сильно Раскупили То есть Это Было Примерно В 2005 Году Когда-то Тогда Вот И Тут Оказалось Что Футурам Это Народу Зашла То есть Просто Какой-то Временный Спад Был Но В целом Футурам Любит У него Куча Фанатов И Куча Поклонников У него Даже Я так Поднял Голову Потому У меня DVD Хранятся Старые Диски Я так Смотрю На полке Думаю Не стоит ли Там Футурама Нет Не стоит Нет Убедился Еще раз Может Я что-то Проглядел Тогда Мэтт Гроунинг Принял решение Что Типа Мы выпустим Футураму В виде Ну Продолжение Футурамы В виде Полнометражек То есть Они приняли решение Будут это делать Что-то Фокс там Как бы им сказал Типа Катитесь колбаской Помалой Спаской Со своими Футурамой Нам не интересно Но Мэтт Гроунинг Как бы Как ни странно Нашел инвесторов На Футураму По-моему И они Как бы Решили Что Ну его нафиг Вот Они решили выпустить Футураму В формате Полнометражек Им соответственно Для этого Телеканал Не нужен был Они выпустили Его кстати Сразу на DVD Вот Это был 2007 что ли Год первый Полнометражка Вышла К тому что DVD Были в ходу Еще Вот И Собственно Поэтому Футурам Продолжилось Продолжилось Вот Вот И собственно В первой Полнометражке Там как раз таки Обыгрывалась Вот эта тема Путешествие Во времени Она не только Там была Но она Еще там была В эпизодах Где то Кое где Вот Тем не менее Вот в этой Полнометражке Там показали Собственно Историю Интересную Достаточно Историю О том Что Фрай удалось Вернуться Во времени В то время Когда перед тем Как он был Пощи после того Как он был Заморожен И он В этом Времени Еще пожил Поэтому Там тоже Интересно Посмотреть На его Жизнь Такую Немного Необычную То есть Непривычную Нам Зрителям Сериала Но Тем Кто смотрел Полнометражки Кстати говоря Вот с полнометражками Насколько я знаю У поклонников Такие сложные Некоторые считают Некоторые считают Что это не то Типа сериал Норм Полнометражки Как бы говно Нет друзья Я должен сказать Что полнометражки По сути Это тоже Есть сериал Просто Там Они по-моему В итоге Включили в сериал Разбив На каждый По-моему То ли на 4 То ли на 5 Эпизодов Каждый фильм Полнометражек Было по-моему Всего 4 Вот Соответственно Все эти 4 Полнометражки Будучи разбиты На вот эти эпизоды Они были включены В отдельный 5 сезон Вот И после того Как все это зашло Все это оказалось Прикольно Здорово Весело То есть Зрительский рейтинг Все дела Футурама Получила Второе рождение Вот И было Камрал Кэмеди Централ Выкупил на нее права И Было сделано Еще 2 Полных сезона С вот этими Двумя новыми Сезонами Отношения У меня честно говоря Тоже как Примерно Как с последними Сезонами Симпсонов Понятно что Футурама Она как бы Была немножко Про другое Она была Про научную фантастику Про условно Все таки такое Про миры Про другие Юмор там был В целом Более интеллектуальный Часто научный В силу Фантастического Сеттинга Научно-фантастического Сеттинга Если быть точным Но Ну Я Вот Яркий пример Это вот Возьмите Не всем нравится И поэтому Рик и Морти Не всем заходят Некоторые говорят Ой не то Но Рик и Морти Все таки более Жесткий юмор у него Плюс они себе позволяют Такие странные вещи Как Ну не странные А достаточно Вольные вещи Как параллельные реальности Постоянно перемещающиеся Между собой Между ними Главный герой И Они причем Меняют одну реальность На другую В одной они остаются Другую там еще что-то У Футурами такого Ну Оно там как бы И присутствует В таком варианте Но В меньшей степени Вот Более того В Футурами Даже была попытка Вести Некие такие Спецэпизоды Где Ну Аналог Вот Вот этих вот Хэллоуинских эпизодов Или как часто В Симпсонах бывает Кто-то рассказывает Какие-то истории Там От двух до трех Как обычно В одном эпизоде И Будь то там Пересказ Какой-нибудь Литературной Основы Или там Чуть ли не Библейских Историй Героями Становятся Ну Исполнители Как бы Сериала Симпсоны В данном случае Там Футурамы Там тоже Это было Раза три Или четыре Они попытались Это ввести Но у них Получилось Это не очень Как я понимаю Все-таки Зрителям Нравилось Нравилось В большей степени Вот эти вот Классические Истории О фантастическом Будущем В котором Живет Один из наших Современников И где Творится Творится Всякая Различная Дичь Вот В целом Скажем так Футурама У меня лично Она ассоциируется Знаете С таким Все-таки Ну По-хорошему Ностальгическим Прошлым Футурама Выходила В то время Когда я закончил Школу Вот И после этого Я почти после школы Сразу начал работать И вот этот вот Эпизод Точнее Эпизоды вот этой Молодости Моей Первых лет Взрослой жизни Они Связаны с тем Что Ну Одно из Занятий Чем я занимался Я смотрел Футураму И это было Прикольно Мне Как бы Вот Если Симпсон Это все-таки Меня начало Отсылает К школьным Годам А школу Я ненавидел Вот Не знаю Какую Я терпеть ее Не мог Короче говоря Симпсон В данном случае Скрашивали То Футурама Она все-таки Немного У меня По-другому Воспринималась Может быть Это в силу Как бы Моего Личного Бэкграунда Да Может быть В силу Все-таки Того Что Футурама Это такое Достаточно Необычное Явление На тот момент Хотя Надо сказать Это не первый раз Когда стебались Над фантастическим Сеттингом Как и Симпсон Это не первый раз Когда стебались Над американским Образом жизни Напоминаю Что был такой сериал Флинстоуны Вот Собственно Противоставить Футураму Могу Семейку Джетсонов От той же Самой Ханна Барбары Которая Выпускала И Флинстоунов Поэтому Вот Пожалуйста Это как бы Футурама На данный момент Закончена Вышла Полностью Получается 7 Сезонов Вот Если вы Не смотрели Футураму Я вам рекомендую Ее посмотреть Это целиком Готовое шоу Но Готовое С оговоркой Потому что Мэтт Гроунинг Несмотря на то Что Футурама Закрыта Как я говорил Он Сказал Что Футураму Не бросит И он Сдержал Своё слово Потому что В Симпсонах Существует Эпизод Где Идёт Кроссовер С Футурамой Вот Ну видимо Фоксам Разрешили Таким образом Это сделать Вот И По сути Там как бы Присутствует Вот это Путешествие Во времени Очередное Где Бендер Как бы Переместился Во времена Когда Были Симпсоны То есть Вот Получается В наше время Вот Поэтому Я Что могу Порекомендовать Смотреть Футураму Нет Смотреть Однозначно Смотреть Если вы Её не видели Посмотрите Хотя бы Как я обычно Советую Два эпизода Если вам Вдруг не зайдёт Ну Правда С Футурамой Наверное Три Ну Они коротенькие То есть Как все эти Телешок Гронинга Они идут Где-то По 20 минут Поэтому я думаю Что Вы вытерпите Вот Дорогие друзья Что Собственно Ещё я могу Сказать Да в общем-то Наверное Всё Футураму Закончено Симпсоны Идут А первая Серия Первый Точнее Сезон Разочарования Тоже на экранах Состоялся Вышел И мы ждём Второй Вот Это был Восьмой выпуск Сериального подкаста Давайте подведём Итоги Ну что Я скажу Мне понравилось Меня как бы раздражает Конечно Вот эта вот История С Перезапусками Какими-то Сейчас придётся Скорее всего Перезагружать подкаст Полностью Склеивать его Вот Ну ладно Перезагрузим На ютуб Вот Огромное спасибо Что посмотрели Это в прямом эфире Огромное спасибо Смотрите это В записи на ютубе И спасибо Если вы слушаете Этот подкаст Подкаст Лети вконтакте Вот Я напоминаю Что Подкаст Сериальный Платный Вот Будем собирать Денюжки На девятый Сейчас 400 рублей Собрано Осталось собрать 600 рублей Вот Собственно Что Я хотел напомнить Ждём Жду Точнее Я вас жду Я вас жду На Игровых эфирах Вот Игровые эфиры Проходят Здесь же На основном канале На ютубе Они проходят Вконтакте Они проходят На Твиче Если опять Мы Не будем Нас истрим Не поломает То всё будет Происходить Везде Сейчас я посмотрю У меня чат Не отвалился У меня такое ощущение Что чат Чат у кирдык Чат у кирдык Да Тут немножко был Вот Да А не Вот Пошло Пошло Да Всё супер Вот друзья И естественно Я напоминаю всем Кто сегодня Точнее Рассказываю всем Кто сегодня был в первый раз Дело в том Что Несмотря на то Что я веду эфир Я всё-таки Не стример Вот Я всё-таки Большей степени Ютубер Поэтому Мой основной контент Находится на ютубе Поэтому подписывайтесь На основной канал Есть дополнительный канал С игровыми стримами И всяким другим Безобразием С записями Точнее этих стримов Вот А так Вообще В ближайшее время Ожидается Как бы Хэллоуинский выпуск Посмотрим Что это будет Точнее Вы посмотрите Я-то знаю Вот И обзор На киновинку Да, друзья Вот Поэтому, да Канал Кинофинт Меня зовут Илья Финт Это был сериальный подкаст Выпуск 8 Всем Спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok